Если посмотреть на кошек породы корнишрекс, кажется, что это именно они изображены на египетских фресках. Такие же стройные и длиннохвостые. А глаза этих красавцев соответствуют основному окрасу шерсти. Ясные, учистые, янтарного, кумариного, изумрудного или желтого цвета, они могут пленить любого. Пленили они и Татьяну Шалдину. И семь лет назад у нее дома появилась кошка этой породы по кличке Сафари Тирамису. Кисонька очень добрая, очень-очень ласковая, очень человечная. Я ее зову нянькой для своего сына, она его ходит, укладывает спать. Выбрана эту породу Пал не случайно. Татьяна искала себе такого четвероногого любимца, у которого был бы мягкий характер, а главное, чтобы не вызывала у ребенка аллергии на шерсть. Если аллергия именно на шерсть, то эту киску заводить можно. Но если на слюну и на выделение на ферменты, то, естественно, кошка она и вопреки кошка. В программе выставки «Мартовские коты» гостей ждало немало сюрпризов. Это и шоу домашних кошек, конкурсы рисунков, викторины и, конечно, традиционное представление пород. Русская порода кошки – сибирская. Также в этом году любители кошек приняли активное участие и в конкурсе костюмов. Кто-то просто нарядил своего любимца в красивый комбинезон, а кто-то подошел творчески и превратил кота в пчелу, царя и шахерезаду. Но первое место занял Скотти Шфолд в костюме Дарт Вейдера по кличке «Алмаз». Покупали мы его в Москве, еще маленьким котенком. Теперь у нас уже большой международный чемпион. Все, что может по России, мы уже выиграли. Большое количество кошек, а желающих их погладить – еще больше. Казалось бы, это настоящее испытание для четвероногих, но нет. Большинство котят без проблем шли на руки и играли со зрителями. Мария Руинч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова